Друзья, привет! Меня зовут Антон Карнышов, я пекарь хлеба на закваске. И совсем недавно в мои руки попало исследование 19 итальянских заквасок. И я хочу поделиться некоторыми выводами, которые я сделал, изучив это исследование. Конечно, нам пришлось его перевести на русский язык, поэтому в ближайшие несколько минут вы узнаете основные тезисы из этого исследования. И если вам, в принципе, интересно, вы можете прочитать его целиком. Ссылка на это исследование будет под описанием под этим видео. А также будет ссылка на наш блог, где вы сможете почитать на русском языке это исследование, которое мы перевели специально для вас. Самая главная мысль, которая проходит через все это исследование, что закваска – это сложная биологическая экосистема, которая состоит из молочных кислобактерий и диких дрожжей, содержание которых в закваске влияет как раз на органолептические свойства хлеба, на его вкусовые характеристики и на ту пользу, которую может дать именно хлеб на закваске. В результате вот это длительное выражение, в котором участвуют и молочные кислобактерии, и дикие дрожжи, которые содержатся в этих заквасках. И данное исследование как раз было направлено на изучение микрофлоры, молочных кислобактерий и диких дрожжей, которые содержатся в этих 19 заквасках, на которых в Италии пекут традиционный итальянский хлеб. И первое, что хочется отметить, что микробный состав вот этих заквасок был подвергнут огромное количество различных исследований научных, и было выявлено большое разнообразие видов и бактерий, и дрожжей, которые содержатся в этих 19 заквасках. И в результате для каждой закваски был составлен профиль микробного сообщества, в котором как раз было написано, какое количество бактерий, какое количество различных штаммов содержится в каждой закваске из этих 19. Один из интересных фактов, что 13 из 19 заквасок имели уровень PH около 4, там 3,97. Это означает, что эти закваски, имея такую высокую кислотность и такой пониженный PH, в этих заквасках эта кислотность препятствует развитию патогенной микрофлоры. Это еще раз подтверждает как раз ту основную мысль, которая все время говорится в каждых исследованиях, что закваска это клуб, закрытый клуб микроорганизмов, который благодаря вот такой кислотной среде, в которой не развивается уже патогенная микрофлора. И внимание, очень интересное такое заключение из этих исследований, что соотношение молочных кислых, бактерий и дрожжей в этих заквасках наблюдалось от 100 к 1 до 10 к 1. В естественной закваске, в дикой закваске всегда, в количественном соотношении, всегда будет больше, намного больше молочных кислых бактерий. Если мы возьмем, к примеру, и сравним это с обычным промышленным хлебом, то в нем будет совершенно полный ноль молочных кислых бактерий и будет совершенно громадная миллиардная армия грибков, которые очень быстро размножаются, промышленные как раз дрожжи очень быстро размножаются, и по сути, благодаря этому хлеб очень быстро подымается. Но работа там молочных кислых бактерий там исключена. То есть, естественная закваска, она так задумана природой, что именно молочных кислых бактерий там в 100 раз, от 100 в 10 раз больше, чем именно дрожжевых грибков. То есть, это такой интересный факт, который, в общем-то, говорит, как, собственно, в природе, в естественной среде, живут в симбиозе молочных кислых бактерий и дрожжи, в естественной среде. Количество штаммов в каждой закваске варьировалось от 5 до 17. И наблюдались разные виды молочных кислых бактерий. Всё это подчёркивает видовое разнообразие каждой закваски. И, естественно, на вот это разнообразие влияет и та мука, на которой эта закваска делается, и именно которой в длительное время эта закваска подкармливается. Что ещё было интересно, что стабильная микрофлора в течение длительного времени как раз была в тех заквасках, в которых дрожжи были именно дикие, в которых не добавлялись промышленные дрожжи даже в небольшом процентном количестве. И более того, было ещё одно заключение, как раз связанное с тем, что в целом добавление в закваску даже небольшого количества промышленных дрожжей сказывалось на конечной плотности клеток молочных кислых бактерий. Важно понимать, что, в принципе, ферментация молочных кислых бактерий теста создаёт как раз свободно аминокислоты в тесте. И как раз было исследование, что на одной закваске, когда сделали хлеб, то посчитали, что в 150 граммах этого ферментированного хлеба на этой закваске была суточная доза аминокислот и гамма-аминомасляных кислот, которые, в принципе, очень благотворно влияют на здоровье человека. Данное исследование показало, что тип муки из твёрдой пшеницы или из мягкой пшеницы, а также концентрация некоторых питательных веществ муки, необходимых для микроорганизмов, доминирующих в экосистеме закваски, может играть ключевую роль для выбора популяции молочных кислых бактерий.